Вопрос сдачи 10-й школы в эксплуатацию после капитального ремонта давно волнует учеников и их родителей. Подрядчик должен был закончить работу 15 августа, но к этому времени строители успели лишь укрепить стены и основания, завершить внешнюю отделку и заменить коммуникации. По словам заместителя главы администрации по капитальному строительству и архитектуре Владимира Еминцева, одной из проблем стали недоработки в проекте. Здесь наложилось то, что, опять же, качество разработки проектной документации, вот это время, которое прошло до момента начала капитального ремонта в школе, это внесло свои коррективы, соответственно, приходилось на протяжении всего этапа капитального ремонта постоянно работать по какими-то внесениям изменений в проектную документацию. Открытие учреждения неоднократно откладывали. К декабрю строители снова не успевают сдать объект. Еще одной причиной задержки сроков стал слабый технический и рабочий состав подрядчика. Подрядчик Нижегородский, вот, как такового персонала в достаточном количестве у него нет. В основном это наемные бригады городские, какие-то сторонние, опять же, ООШки, тоже, там, Мордовии, областные, ну и, соответственно, у подрядчика недостаточно финансовых возможностей, чтобы, ну, правильно распределять и профинансировать те работы, которые выполняют его субподрядчики. По словам подрядчика, выполнено 70% всех работ. Рабочие выкладывают напольные покрытия, красить стены, продолжают проводить электричество и ремонтировать санузлы. Почти готовый спортивный зал, столовая, кабинеты и большинство коридоров. Ремонт 10-й школы планируют закончить к 1 января, чтобы за новогодние праздники ее успели отмыть и подготовить к началу занятий. Если подрядчик снова не уложится в срок, штрафные санкции в сторону компании продолжатся. Санкции к подрядчику уже идут. У него срок исполнения подряда был 15 августа. И уже начиная с 15 августа до момента, будем говорить, сдачи школы в эксплуатацию, ему начисляются пенни, штрафы, которые будут взысканы с тех денег, которые он должен был получить. Откроет ли обновленную школу к следующему учебному полугодию, покажет время. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.